Я в Харкове, знаете, и я на площади, на центральной площади Харкова, и тут нет памятника Ленина, и так вольно дыхается, такая хорошая атмосфера. Да, очень красиво. И стали ее тиражировать с наслаждением, как я уже сказал, стали говорить, вот смотрите, вот пожалуйста, вот они бандеровцы, митингующие в поддержку УПА, вот столкновение, вот бардак, в общем, мы же говорили, что ничего хорошего в Киеве нет. Вот как вам все-таки эта картинка видится? Кто это устроил, зачем и кому выгодно? Мы должны сегодня понимать, что враги будут использовать каждую проблемную ситуацию в Украине для того, чтобы еще больше распаливать ворожнечу. Поэтому нужна мудрость и выраженность. Сегодня, если не общаться с людьми, то будет очень большая беда. И те люди, которые пришли под адміністрацию, солдаты, с ними просто не говорили. Им не говорили, когда что, нужно объяснить, какая ситуация в Киеве, когда они будут демобилизованы. А если просто держать их в позиции и ждать, и когда что-то мы вам скажем, это неправильно. Люди все понимают. У нас люди не настолько глупые, как кто-то думает. Если говорить о событиях под Верховной Радой, то, я думаю, это неэтично. При сегодняшнем складе Верховной Ради поднимать вопрос УПА, которое просто нужно сегодня договориться сегодня всем политикам, чтобы в следующей Раде спокойно, выважено проголосовать, потому что люди воювали с нацистами, воювали с индивидуалистами. А зачем? А зачем? Когда 7 раз, извините, 7 раз ставить вопрос на голосование. Как это настойчиво, я бы сказал, ну, навязчиво, извините уже за такое выражение, делать спикер Курчинов. Вы знаете, мне сложно это понять, я не был там присутствием в этот час, но я понимаю, что многих просто сдают нервы, и для того, чтобы поднять, возможно, свой рейтинг, берут святые речи и начинают их використовывать. Это не можно делать, это очень большой грех. В принципе, да, ответ понятен. Спасибо, господин Паярко. У нас есть вопросы из зала, просто требует слово господин Паярко. Ну, это не из зала, это один из гостей сегодняшней программы. Добрый вечер. Я особисто дуже добре ставлюсь до Андрія. Я с величезной повагой ставлюсь до политической силы самопомощь. Я вважаю ее дуже перспективной, но я традиционно завжди буду задавать максимально незручные вопросы, даже своим друзьям, если это прямый эфир, потому что это сенс моего эфира. У меня такое вопрос, оно интересует, я думаю, куп людей, которые в интернете увидели Андрея Судового на дни народжения Януковича. Во-первых, мне самому интересно, как туда пробраться, ну, чисто тактично, потому что может когда-то понадобится самому, когда будет новая злочинная влада, а нужно же как-то пролезть. Первое, было задано вопрос Януковичу относительно, а может нам, как он относится к идее сносителями. А вы что, до сих пор хотите к Януковичу на день рождения? Нет, 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 у нас будет новая злочинная влада, я в этом уверен. Вот что у нас завжди будет в стране, это новая злочинная влада. Мы никогда без новой злочинной влади не залишимось. И вопрос, про что была rozmога с Януковичем? Тут всех меров позвали, или в несколько? И вот чем его удалось это влиять, пану Садовому, Я думаю, что все пытались в разы. Я думаю, что он не прочитал и закончил, как закончил. А может быть, он не воспользовался тогда, 21 февраля? Может, он сейчас сидит и читает его? Говорят, он пьет. Борислав Березов, у вас вопрос. А может, да, а может, действительно, взяви читает. А может, прежде всего, стоит, и требует уже долго читать. Андрей Иванович, вот не надо оправдывать. Это вопрос от Вадима Карасева. Не, 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 вопрос. Не оправдывайтесь. Мой друг Сергей Паярков, он имеет право задать такой вопрос. Дай Бог ему пройти свой округ, там, где он сейчас избирается. А вы баллотируетесь? Да. Я просто первому округу, но я хочу об этом показать. Да, Сережа, Сережа, дай мне секунду. Я хочу сказать, ребята, ну это все мелочи. Ну, был на день рождения, был. Давайте думать и в Украине. Ну, это все из прошлого уже все. Ну, давайте перевернем страницу. Поддерживаю, поддерживаю всячески, Вадим. Давайте о будущем. Спросите лучше Андрея Ивановича. Чем его партия самопомощь кардинально відрізняется от всех старых политических партий? О, с чему? Не потому, что там реновационный пакет рефор, не потому, что там комбат. А взагалі, программно, в прагматичному сенсу, в идеологичному сенсу. Что нового вы запропонуете украинской политики? Новое. Я не понимаю. Понятно. Нет, нет, это не реклама политической партии. В партии самопомощь? Нет, нет. Значит, в нас список, друзья мои, нет ни одного колишнего депутата. Нет, нет, нет. А это не нужно. Нет, нет. Ни одного колишнего министра. Хай будут депутаты. Но депутаты не будут. Дайте мне завершить. Проблема не в этом. Проблема в этом. Какая программа ваша основная главная? Как вы видите, Украину? Какая ваша политика новая будет? Почему ваша новая зла? Почему бы пошли взагалі? Ваша самопомощь, Львовская партия и по Украине? Вадимович, дайте ответить. Вопрос понятен. А где взяли гроши на телевизионную рекламу? 190 тысяч гривень, хвилина. Одна те часто порівнюють громадянскую позицию и самопомощь. Багато схожих идей. Люди из реанимационного пакета реформы. И у вас, и у нас. Ну, есть спільные ценности. Только в громадянской опозиции почему-то нет телевизионной рекламы. Она занадто дорога. На мой взгляд, гроши на телевизионную рекламу можно было взять исключительно у олігархов. Кто вам? Вам комбат дав? Чи вам реанимационный пакет реформы? Два вопроса у нас. Спасибо, Наталка. Про мій не забудьте. Можно ответить? Да, ради Бога. Ждем от вас ответов. Дякую. Хочу дать ответ на ваши вопросы, шановные коллеги. Еще раз наголошую, что у нас нет ни одного депутата и ни одного министра. Потому что они своими деятельностями и одного депутата, и одного бывшего министра. До краха, который мы имеем. Это первая часть. Другая часть. Сегодня важлива ответственность особистая. И сегодня важлива здоровый глузд, чего мы не имеем. Потому что сегодня можно принимать очень хорошие законы. Но если дальше будут те люди, которые грабили страну, и страна не поменяется, сегодня нужны люди, которые имеют Бога в сердце, которые будут работать на свою страну. А те, кто идут в списках, они все понимают. Почему сейчас не ездят на самопомощь? Потому что мы не понимаем для вас, шановные друзья. Потому что у нас нет тех, с которыми можно домовиться. Но сделайте еще один гроб, чтобы вы были более понимаемыми. Сколько грошей? Вы не ответили. Будь ласка. Пожалуйста. Андрей Иванович и сам его революция. Значит, мы станем в середину этого дня потратили на кампанию 20 миллионов гривен. Это есть в десятки разів меньше или в других партиях, которые идут. А кто дал деньги? Это эти деньги, которые у нас и участники списка. Я вам скажу, пан Данченко, датагруп, который у нас есть. Достойте за того, я рожу врачей, но это на 20 миллионов больше, чем потратил он в правый сектор. В их декларациях. Вы понимаете, что вы потратили на 20 миллионов больше, чем потратил в избирательной кампании правый сектор? У нас тоже, как бы нету чужих людей. У нас партии нету. У нас партии нету. Нету приглашенного человека. Борислав, про нас ничего не знал. Одну секунду. Марк, Борислав, одну секунду. Я прошу здесь присутствующих учитывать одну техническую возможность, 4 секунды задержки. Как только сразу начинают говорить здесь в студии несколько человек, наш гость вообще ничего не слышит. Давайте ему давать возможность отвечать. Будьте любезны, пожалуйста. продолжайте, Андрей Иванович. ответы на какие запитания? На всех. На наших депутатов и кандидатов депутаты? Нет. То, что у вас нет бывших депутатов и бывших министров, это я, например, понял. Я вот, например, не понял. Ваша партия, она правая, левая, центристская. Вы консерваторы, вы либералы, вы социалисты, или вы антикоммунисты, ну вот как-то вот так по-простому. Покажите, скажите, мы правые антикоммунисты, если бы мы были в европейском парламенте, мы бы были в коалиции с консерваторами, с россиянскими партиями. Понятно. Вы за то, чтобы повысить налоги или понизить налоги? Ну, наконец-то. Я за здоровый глуз, потому что то, что мы сегодня имеем в нашей стране, это безусловно в любом случае. Хороший ответ, правильный. Правильный. Универсальный. Маргрейс просит слова. Да, пожалуйста. У меня есть вопрос по УПА. Это очень важная вещь, особенно для Львова. Андрей Иванович, привет. Мы с вами особенно хорошо знакомы. Андрей Иванович, вот меня дивует ваша позиция, что вы сегодня сказали про УПА. А сколько еще столетий ждать ныне живым ветеранам УПА, которые вели на два фронта против Сталіна и Гитлера войну за независимую Украину, которая теперь есть и 23 лет не признает своих ветеранов, так как, не дай Боже, не признает тех, кто сейчас в составе добровольных батальонов на Сходе защищает свою страну. Их не вызвали в войско-мат, их не призвали, у них не было заработной платности, они сидели в Покриевках до 50-х роков 20-го столетия, показавши приклад героизма, почти все погибли, а те, кто выжил, 25 лет провели в таборах, и после этого на 14 20-го ставится на голосование, и кто-то взрывает голосование по этому. Сколько еще тем живым ветеранам УПА, которых на моей родной Житомирщине есть? Багато. Чекайте. Андрей Иванов, Сидор, давайте послушаем ответ. Я даю вам ответ. По-перше, вы прекрасно знали, что это вопрос не будет проголосовано, и будет провокация. Вы хотели это использовать, и это очень большой грех. По-друге, Львов это единство в Украине, где каждый ветеран УПА имеет доплату 1 тысяча гривен до своей пенсии. Я делаю все возможное и демокративное. Я вам гарантирую, что в следующем парламенте этот закон будет проголосованный, и военные УПА будут вызнаны воюющей стороной. Марко, у вас был вопрос. Красивое слово. От Марко Гресия, который сегодня у нас выступает как в Каиле Дайте слово. Господин Садово, вы очень много говорите о здравом смысле. В вашем избирательном списке есть комбат Семенченко. Человек, который, невзирая на все донесения разведки, которые состоялись на соовещании в кабинете Корбана, господина Корбана, это замглавы обл. администрации, и зная о том, что Иловайск забетонирован, а что у добровольческих батальонов, в том числе и у его батальона, есть только легкое стрелковое вооружение, пойти в Иловайск, пойти в ловушку, обречь на разгром в принципе лучших людей этой страны. И вы при этом говорите, что ваша партия представляет собой здравый смысл. А когда мы говорим об олигархах, ну достаточно... Дякую за ваши запытания. Простите, если это совещание вел даже не военный, а господин Корбан, который является, как мы сами понимаем, представителем человека, который путешествует по Сардинии на Яр, начинается и на Е заканчивается. Семен Семенченко это украинский герой, это человек, который имеет загостренное чувство справедливости. И дай Бог, чтобы у нас таких героев было какого-то больше. Я понимаю, что вы там не были, а вы используете плитками и информацию, которую подает ФСБ. Я бы просил вас быть ответственными за те слова, которые вы озвучиваете. За Иловайск мают отвечать люди очень серьезно. Но перед Иловайском у нас была сдача Криму. Крим банально сдали. Если бы не сдали Крим, не было бы Донбассу, не было бы Иловайску, не было бы Иловайску. Я думаю, что... А кто сдал Крим? А я думаю, что это вопрос, которое уже наступна Верховная Рада расследовать и мое привести винных до покарания. Вы уже с тенемьями сражаетесь. Не можете назвать фамилии. Есть, Андрей Иванович. Вы сказали, кто сдал Крим? Кто сдал Крим? Забрали. Я думаю, что снижая комиссия, которая будет створена из инициативы самопомощи в наступной Верховной Раде, она это расследует. На букву Т начинается, может быть? Ну, как всегда, намеки и обещания ни одной конкретной фамилии. Хорошо, Андрей Иванович. Алена просит слова. Алена, давайте дадим слово Алене Штрум. Янериченко, вважаю, что Турчинов сдал Крим. Чего вы будете это сказать? Если вы так думаете, если у вас одни герои, скажите, Турчинов сдал Крим? Вы хотите вопрос задать, Алена? Нет, я хочу комментарий. Друзья, я так понимаю, что для вас сегодня садовый это не больше беда и не больше проблемы в Украине с пельным самопомощем. Андрей Иванович, не перебильшите свою роль в истории Украины. Вы правильно думаете. Для вас это действительно великая загроза. Это вы к кому обращаетесь, Андрей Иванович? Дайте вот... Для кого, на ваш взгляд? Вы вопросы на меня еще с собой присутствуют. Я не знаю, что я в студии. Вопросы присутствующие. Я постараюсь представлять. Здесь, как говорится, каждый тварь и по паре, извините. Здесь кого только нет. Здесь и представители партии, блок Петра Порошенко. Евгений, нам все же нам нужно двигаться дальше. Давайте попрощаемся. Правый сектор. Правый сектор, я прям не знаю. Всех радиового попрощаемся. Принимаю на свой счет. Видимо, мне надо начинать бояться. Андрей Иванович, спасибо большое, на самом деле. Спасибо за то, что вы пришли к нам на сеанс связи. Я вам барбажаю здоровую глузду. Спасибо большое. Я постараюсь постараюсь... постараюсь...